В этом году мы просто начинаем общаться. То есть группа – это набор людей. И, соответственно, создали группу. Вот я, например, создал группу, которая называется ЦСК Форум. ЦСК Форум групп. Я могу туда выкладывать фотографии, могу туда что-то, сейчас что-нибудь пишу. Ключевой момент. Весь обмен сообщениями – это проходит под эгидой Enterprise Security. То есть он полностью, весь точка-точка криптуется, передача файлов криптуется, дата-центр защищенный. То есть это не консюмерское решение, которое там можно взломать, которым можно получить тот или иной доступ. Например, я хочу выложить там какой-то файл на шаринг. Можно лицензию, можно мою фотографию. Так вот, смотрите, первое, что вы… Там, наверное, очень плохо видно, но оно пишет encryption. То есть первое, что оно делает, оно шифрует. То есть нету обмена сообщениями, обмена данных, данными, которые не криптованы. Дальше. Видите, у меня вышло… Ай, уже стрянулась. Видите, у меня есть сообщение в Спарке. Соответственно, что мне… Ну, что в группе, у которой есть, входит сообщение. Соответственно, нажимаем, заканчивается сообщение. Видим, соответственно, дальше сообщение. То есть обмен файлами, чаты, групповые чаты, все что угодно. Дальше. Например, я хочу… Вот я как сотрудник ЦИСКа, ну, чтобы тоже понимать, это на iPad моей жены. Поэтому она здесь абсолютно не как сотрудник ЦИСКа, а фигурирует под собственные там логины и пароли. Если я, например, хочу добавить в человека, просто пишу, например, я сейчас и клауд свой добавлю, имя, сукраева, ай, клауд, точка ком. Отправил сообщение, пригласил в комнату. Кстати, прошло заметить, что, опять-то, проектор, конечно, хороший, но суть такая. Вот здесь фигурирует надпись. Вот это два экстренном юзера. То есть решение у меня корпоративное. Всех, кто находится в доменной учетной записи, ЦИСКом, она воспринимает как своих. Любые другие, оно меня предупреждает, что они экстренном. Для того, чтобы я вдруг не напечатал что-то внутреннее в тех вещах, где я, соответственно, где внешние люди. Так, смотрим. Есть там, да? Соответственно, пришло мне на eCloud письмо. О том, что товарищ Игорь Сухелло приглашает. Письмо, смотрите, тоже рассчитано на среднего десантника. Get started now. Одна кнопка. Есть она на русском, есть на, вот видите, кстати, вот уже написано, как iPad русский, то надписи все на русском языке. Дальше. Вводим. Вводим логин. Сначала просто e-mail свой. Пишем, пишем вот то, что, что, пытаюсь сказать. Игорь точка... Я сейчас... Сукайло точка... Клауд точка... Ком. Правильно? Правильно. Нет. На который пришло или какой-то... Да. Тот, на который... Я прислал Игоря Сукайло, да. А зачем его было вводить там, что? А? Ну, зачем его вводить? В ссылке и было. Это подтверждение. Знаете, при регистрации обычно есть Enter e-mail. Enter e-mail. Дальше. Все. Теперь... Ну, надо зайти на e-mail. Мне пришел опять confirmation. Да. Верифицируем. Все. Классическая регистрация, в принципе, на любом, да, аккаунте. Она там показывает даже. Все. Придумываем себе пароль. Единственное, сейчас не буду придумать, потому что тут требует сложный пароль. Придумываем себе пароль, нажимаем submit, и все. Мы получили доступ в Cisco Spark. То есть, в принципе, вы можете таким образом, абсолютно безвозмездно, создать доступ к себе, приглашать своих коллег, партнеров, общаться, вести какое-то переписку, вести совместную работу. Кроме этого, вот мы, например, разговариваем, разговариваем, и тут нужно нам что-то, я не знаю, обсудить по видео. Нажимаем кнопик. Мне пришло, видите, сверху выскакивает, присоединится. Нажимаем. Вот, соответственно, мои коллеги в офисе присоединились. Это я только с iPad. Сейчас я микрофон выключаю немножечко. Да, же не страшно разбить, она меня потом убьет. Так, соответственно, мы можем участвовать в видеоконференции. Активный будет показываться тот, кто говорит всегда. В бесплатной версии три участника, в платной версии 25 участников видеоконференции, соответственно, у этих участников. Более того, в видеоконференции, например, я хочу показать десктоп. Соответственно, участники начинают видеть мой десктоп. Ну вот, участник с iPad'а начинает видеть мой десктоп. Я там, соответственно, могу что-то там нажимать. Не знаю, опять сверху. Афина, перебиваться, не хочу показать. То есть, соответственно, могу нажимать, запускать, поработали. Останавливаем шаринг десктопа. Переключаемся опять только на видео. То есть, соответственно, абсолютно безвозмездная утилита, которая интегрируется с вашим мобильным календарем, которая интегрируется с вашими мобильными контактами, которая позволяет вести Enterprise Security уровня, то есть, скриптованные переговоры, точка-точка, групповые, неограниченное количество комнат, неограниченное количество людей в комнате, чат, передачу файлов, видеоконференции. Соответственно, причем можно делать видеозвонок, можно делать видеоконференции, бесплатной версии на 3 человека, вкладной версии на 25 человек. Вот, собственно говоря, такая еще одна бесплатная утилита, которая доступна нынче в рамках ЦИСКа. Давай. Скажем так, мы ее не позиционируем как конкуренцию, линку или конкуренцию, чему бы то ни было. То есть, это решение, которое, скажем так, любая платформа, ключевой момент, она одинаково выглядит везде, на iPad, на iPhone, где угодно. То есть, любая платформа, вам нужно пообщаться с человеком, причем пообщаться с человеком по закрытому каналу связи, чтобы у вас осталось. Там можно очень удобно делать поиск, сортировать группы, то есть, реально удобно работать. И она очень простая, она не тяжелая. Можно веб-браузер, можно бесплатный клиент на любую платформу. То есть, есть и потребительные? Да. То есть, есть любой вариант использования. То есть, нужно вам пообщаться, передать файлы, просто что-то общаться, какой-то вы проект ведете. У меня сейчас дочь так это использует для решения домашнего задания. Ну, то есть, у них, ну, скажем так, мат-класс, мат-школа, есть домашние задания, которые достаточно, там, тяжелые, да. Соответственно, они собираются, вот что меня радует, они не пытаются заняться списыванием, да, они пытаются коллективно решить, там, прийти к какому-то решению. Причем, самое интересное, даже находят ошибки в учебниках. То есть, и вот они собираются, там, то видео, ну, я и свой аккаунт просто дал, когда я на видеоконференцию, намного людей это делаю, да. Соответственно, они собираются в видеоконференцию, они общаются, они чанятся то, то, это, там, передают какие-то, сфотографировали, вот, что удобно, да, что, вот, ребенок что-то пишет, нарисовал формулу, сфотографировал, сразу пух, отправил, смотрите, что я там нарисовала, что у меня там получается, что я написала. То есть, средство общения, в чем его прелесть, она очень легкая, она безвозмездно легкая в плане, в плане, как, приложение само, да, то есть, это, не, не тяжелые, там, мессенджеры, которые, там, пока запустятся, они, скажем так, уже убьют устройство, да, они там, естественно, нету никакой рекламы, да, то есть, никто там не будет вскрывать, как, там, печально известное, да, в одном банке и в скайпе, да, когда вскрыли скайп, и там номера карточек подоставали, то есть, ничего этого нет, это, это enterprise уровень security, да, то есть, вы видели надпись в WebEx-прилогине, это значит, что у нас используется дата-центр WebEx, дата-центр WebEx на сегодняшний день один из самых защищенных, дата-центры WebEx — это один из самых защищенных, в числе физически. В космосе. Идем через сервис вебов, да, 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 то есть, вот у нас есть, условно говоря, ряд дата-центров WebEx, в одном сейчас из них поднят Cloud Spark. Чтобы вы понимали, WebEx на сегодняшний день, в чем отличие WebEx от любого другого клаудного сервиса, он имеет по миру свою оптику, а не использует интернет. То есть, кольцо оптика по миру в WebEx есть свое. Отличный от всего интернет, от физически выделенная жила-другие. Поэтому, да, он стыкуется с интернетом, там, где нужно стыки с интернетом делать, но когда идет балансировка между дата-центрами, отказа устойчивость, в него своя оптика идет. Сколько максимальный размер файла может передавать? Знаете, я таких ограничений, на самом деле, не читал. Я не думаю, что там можно выкладывать 4 гигабайта, да, ну, просто не думаю. Но я выкладывал презентации 100 с чем-то мегабайт, 150, он нормально хавает. Но, чтобы вы понимали, есть один маленький момент, когда вы выкладываете большую презентацию, очень сильно зависит от вашего компьютера крипта, потому что оно скриптует реально хорошо. Я не знаю, как по надежности, но по скорости хорошо. Вы пригласили клиента, я так понимаю, ну, как бы себя, это корпоративный клиент, а можно пригласить, там, в же mail.com, то есть ваша жену? А я iCloud пригласил. Ну, то есть, там... iCloud это Apple. А. iCloud это Apple. Вы на субличной почте? Да, да, да. Ну, жена у меня под адресом тоже iCloud, и, соответственно, и я, ну, это своя почта, и есть iCloud, как и в Apple-ском устройстве. Просто в чем особенность, да, что вы видите, соответственно, что есть два external-юзера. Просто у меня все остальные из Cisco.com, а жена и я, то, соответственно, я в iCloud кину. Соответственно, она покажет, чтобы я, не дай бог, что она не сказал. Ну, предупреждение такое, это правильно, в общем. Сейчас, первый. Пару вопросов. Если мы открываем браузер, ну, свернули его, а есть какой-то там рейтинг, что вам кашу удачей? Смотрите, если, я, честно говорю, я в браузерной версии не пользовался, поэтому не скажу. Я всегда ставлю вот эту версию, там есть. Есть. И второй вопрос. Сколько там, есть ли уходит максимальный объем, точнее, количество участников в группе? Нет. Ну, по крайней мере, документально, документально говорится следующее. Unleave групп, Unleave участников. Я точно видел участников порядка двух чем-то тысяч. У нас группа Worldwide UC. Ну, типа, цисковская Worldwide UC. То есть там ну, двенадцать тысяч участников. Да. Ну, а есть какой-то такой функционал, как превьюшки, комментирование человека? Абсолютно. Есть, смотрите, с учетом комментирования, комментирования человека, нет, это просто диалог. Да, то есть этот диалог, это, ну, это все, понимаете, это несколько не, не соцсети. То есть чуть-чуть другое, другое направление. Чат, да. Да, ну, это ближе к чату, да, к multi-user-чат, да. Но, есть, в чем, кстати, большая прелесть, есть превьюшка. Дело в том, что, например, выложила 150 мегабайт, да, для того, чтобы понять, что там такое, мне нельзя для них скачивать. Я, соответственно, просто навожусь, она мне раз быстро показала, пару картинок, типа, там презентация такая-то. Я уже дальше решаю, надо их скачивать. А веб-ссылки аж в типичные ссылки? А? Веб-овки, аж в типичные ссылки там. Не, то есть, вот такого, как в, э, в фейсбуке, когда даешь, типа, аж в типичную ссылку, она делает превью, и так не делает. То есть, опять-таки, знаете, что это решение, я не зарекаю, что такого не будет завтра, чтобы понимали, да? То есть, это решение, которое сейчас очень сильно динамично развивается. Ну, например, что в нем есть антифейсбучное, да, это то, что мы можем привязаться, правда, в платной версии, к авторизации директорей, через синус войну, и к экшенжу, как к календарю. То есть, корпоративной инфраструктуре. Давайте расскажу, просто есть одна третья презентация, да, там она затравится детально. Просто, чтобы тоже понимали, да, я сейчас сделаю три демонстрации, такие, овервью, а затем будут три презентации, которые будут более глубоко, детально отвечать на те или иные вопросы. не-не, смотри, в чем, условно говоря, особенность, в чем анти-емейл спарка, да, что это легкое, удобное приложение, то есть, ты создал проект, ну, например, там, проект подготовка к форуму, соответственно, мы переписываемся, меня никто не мешает, да, оно не валится, в общем спаме. Я нажал на подготовка к форуму, я вижу только этот проект. Проект, например, закончился, я его могу удалить. То есть, это, и это онлайн, то есть, я не вижу, вот, например, сейчас она, я возьму любой другой, сейчас, 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 сейчас. Вот, смотрите, например, в чем еще прелесть есть, да, вот, e-mail, то есть, вы написали, где человек находится, там, что, особенно, меня раздражает, типа, запросить подтверждение прочтения, я никогда в жизни его не отправляю, ну, я считаю, это хамство, ну, отбросить этого, поэтому, тут есть такой вопрос, например, вы что-то написали, вы сразу видите людей, которые увидели ваше сообщение, то есть, кто просмотрел это сообщение, то есть, это онлайн такое общение, абсолютно верно, смотрите, я никогда не заполняю сурвей, вообще, ну, прошу вас заполнить их, да, и я никогда не нажимаю подтвердить опрочтение, да, абсолютно созвучное, причем, ну, ничего не имеет, в общем, да, да, абсолютно, да, я в третьей презентации это расскажу, но это, опять-таки, смотрите, логика такая, что вы понимали, из спарка можно вызвать вебекс, я специально это не показывал, потому что это, ну, типа, это уже в планном функционале находится, из спарка можно вызвать вебекс, и в принципе, три продукта, которые у нас сейчас есть, три продукта, вебекс, это веб-конференция, то есть, это онлайн-конференция, спарк, это решение для совместной, продолжительной во времени работы, и джайвер, это как средство, фактически, клиент, реал-тайм коммуникации, точка, ту многоточка, или точка-точка, вот эти все три продукта, они со временем сойдутся на нем. Я понял, я понял, о чем вы говорите, по умолчанию такого нету, по умолчанию такого нету, но это сейчас является таким уже трендом, поэтому я думаю, да, 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 то есть, поэтому туда это все будет, естественно, там добавляться. У меня вопрос, чем отличается спарк от джабера, и второй вопрос, какие есть средства интеграции с внешними приложениями, с корпоративными приложениями у спарка, потом будет такой же под джабера. Смотрите, первое, отличаются они кардинально, потому что джабер это, джабер это клиент инфицированных коммуникаций, который сам по себе служит исключительно для точка-точка коммуникации, стат-месседжинг, аудио, видео, то есть он не служит для продолжительной работы какой-то. В спарке, например, мы затеяли проект, там, проект подготовка к форуму, к форуму мы готовились, например, два месяца, и, соответственно, мы создаем здесь группу, подготовка к форуму, обменяемся файлами, файлы там постоянно лежат, да, то есть это средство такой долговременной, корпоративной, совместной работы. В джаббере, наверное, это тоже можно сделать. В джаббере это делает, там есть перманентные комнаты, но ими очень, скажем так, им неудобно пользоваться с точки зрения долговыхранения файлов, они не будут у вас кешироваться, поиска, просмотра нет. То есть, это больше такой, а вот так вот, надо коммуницировать, создали, поговорили, ушли. То есть, спарк, он такой, типа, приступили, и поехали. То есть, это договоренно срочно. По поводу API. API сейчас есть, оно закрытое, то есть, оно будет открываться, естественно, да. Почему? Потому что вся логика наших приложений в ЦСК, чтобы тоже понять, это тоже отличительная наша особенность. Мы ко всем приложениям даем доступ API, абсолютно он всегда бесплатен, для того, чтобы интегрироваться с внешним приложением. Например, call manager сейчас, можно полностью сделать рефейсинг. Есть телефонная станция, в которой все API открыто полностью для администрирования. Call center express, все API открыто, можно сделать так, что ваша HR-программа будет управлять call center. То есть, все API открыто, все делается. Для джаббера сейчас такое API есть, оно открытое, причем есть джаббер-стк, когда вы можете взять джаббер, разобрать его и встроить любое свое приложение. То есть, такое стк есть, и, соответственно, обычно это веб-приложение встраивается, то есть, например, на корпоративный портал. Для спарка это будет. Ну, то есть, это план-то значит, это для спарка это будет. Спасибо. Пожалуйста, какая стоимость платной версии спарка? Вы знаете, на этот вопрос я осознанно не отвечаю по двум вещам. Первое, потому что не помню, а второе, потому что конечную цену всегда говорят партнеры. Ну, Cisco не является торговой организацией, только из-за этого. Ну, я, на самом деле, даже спаркер. Ну, то есть, это подписка, чтобы вы понимали, спарк, он либо бесплатный, либо по подписке. Ну, на какое-то время. Ну, то есть, она недорогая получается. Ну, по жизни должна быть. не, не, надо пролистать ленту. Ну, то есть, на самом деле, секундочку, не совсем так. Если вы, если он показывает, его просто закрыто. Видите, вот здесь есть, условно говоря, нужно ленту кешнуть в себя. То есть, если вы, например, не закрываете спарк, и файлы добавляются, там пишутся, все, вот, с правой стороны все файлы идут. Если вы, например, закрывали спарк, открывали, поскольку это облако, оно не хранится у вас, то вам нужно, ну, условно говоря, листовую кленту, чтобы оно всосало все файлы, а потом, соответственно, у вас появится. Но есть список файлов в этом деле. Да, да, оно для каждой группы свое. то есть, вот эта конкретно группа, там, коллаберейшки, начало чего. Да, да. Причем вы видите сначала превьюху, а когда вы на нее нажимаете, то вы можете там ее либо скачать, вот она закачивается, видите, вы сейчас ее закачиваете показать, для вас вам секретную информацию, да, и можно нажать закачать. Хорошо, что в плохом качестве. Так. Игорь, когда планируется подключение спарка к точкам взрослого устройства? О, отличный вопрос, на самом деле. У нас есть секретная разработка, которую, к сожалению, мне не разрешили показать сегодня. Почему? Потому что она еще не, помню, в продакшене, да. У нас есть секретная разработка, которая позволяет в конференциях спарка участвовать и в видеотерминалах. Причем, более того, я видел, как это выглядит в бета-версии, когда человек начинает разговаривать по видеотерминалу, вложит трубку и продолжает разговаривать по видеотерминалу. То есть, это реально выглядит обалденно, и самое главное, что это тоже еще одна из точек дифференциации, которой нету в принципе ни у кого. А чего тогда первых в конференции просто вы знаете, вот есть вещи, на которые, к сожалению, я не могу ответить, потому что я не знаю, скорее в области сначала маркетинга, а потом в техническое. Поэтому это действительно так, то есть, делают какую-то последовательность, а вы их разгадать не можете. Так. Ну, что у нас по времени коллектива 12-30, мы клинически выложились. На самом деле, можно, если или мы не можем раньше начать, как вы считаете. Просто есть еще, на самом деле, третья демонстрация, она достаточно короткая, и мы можем сделать ее сразу. Все равно, я думаю, что те, кто хотел пойти на третью, вот, смотри, Максим даже пытается не позвонить. Все, закрываем, вы свободны. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование, как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в эти сфере вместе с ЦИСКом. Редактор субтитров А.Семкин